Это 84-е творение. Память об этих 84 творениях до сих пор присутствует в вашем теле. Если вы не очиститесь от этой памяти, она свяжет вас. Вот почему 84 асаны. Но достаточно овладеть в совершенстве лишь одной. Намаскарам, Садхгуру, почему в классической йоге именно 84 асаны? Все эти практики, да и вообще любая йогическая практика, уходят корнями в фундаментальную систему, называемую бутташудди. Бутташудди, по сути, означает очищение элементов вашей системы. Элементов пять, но очистить нужно только четыре из них. Пятый же, вы знаете, что это за элементы? Земля, вода, воздух, огонь и пространство. Пространство очистить нельзя, поэтому нужно уделить внимание только четырем другим. Ваше тело — игра этих пяти элементов. Планета Земля — игра этих пяти элементов. Все творение — игра этих пяти элементов. Так что вся йогическая система, по сути, заключается в правильном обращении с этими элементами. Если эти четыре или пять элементов ведут себя правильно внутри вашей системы, у вас все будет хорошо. 72 процента вашего тела на самом деле — вода. 12 процентов — земля. 6 процентов — воздух. 4 процента — огонь. Остальное — пространство. Так устроено тело. Итак, для этих элементов существуют разные типы садханы. Для всех четырех элементов. Для пятого тоже. Но в его случае, чтобы влиять на него, а не очищать. Итак, если вы достаточно практиковали буттэшодди, то есть в достаточной степени очистили эти элементы, тогда вы достигаете состояния, называемого буттэсидди. Это означает, что вы овладели этими пятью элементами. Если бы вода внутри вас вела себя хорошо, если бы вода внутри вас стала приятной, вы сами стали бы очень приятными. По крайней мере, на 72 процента. Если вы поработаете с землей, еще 12 процентов вас станут приятными. Итого 84. Если вы очистите элемент воздуха, что очень легко сделать, еще 6 процентов. Все вместе — 90. Огонь. Вы живете в обществе, состоите в браке, вам нужно немного огня. Иногда вам нужно слегка подпалить кого-нибудь. Так что еще 4 процента огня. Оставляем. Остальные 6 процентов — пространство. Это становится актуальным только тогда, когда вы хотите достичь буттэсидди. Для буттэшидди — это неважно. 84 — значимое число для творения в данном его состоянии. вам не обязательно в это верить. Но таков наш внутренний опыт. В нашем опыте это 84-е творение. 83 раза оно уже случалось и разрушало себя. Сейчас 84-й раз. Всего это случится 112 раз. И последнее творение, которое произойдет, будет не физическим по своей природе. Вот почему у вас 112 чакр. 84 из них наиболее важны. И в йоге 84 асаны. Основных асан насчитывается 84. Потому что, когда вы хотите выполнять буттэшидди, вы хотите очистить элементы. Вы очищаете их от прошлой памяти. Если вы заглянете глубоко в систему, вы увидите, что память обо всем, о том, как происходило все существование, находится прямо здесь. Если бы этой памяти здесь не было, в прошлом не говорили бы об определенных вещах еще до того, как о них заговорила современная наука. Например, вы слышали о Поле Стейнхарде? Пол Стейнхард написал книгу, которая стала очень популярной в последние три года. Она называется «Бесконечная Вселенная». До недавнего времени современная наука считала, что Вселенная где-то начинается и где-то заканчивается. Сейчас впервые выдвигают теорию о ее бесконечности. В йогической системе мы всегда говорили, что космос бесконечно расширяется. Вы видели символ Шеллиграмм? Это символ бесконечно расширяющегося космоса. Итак, он пришел к этой теории, мы с ним встречались несколько раз в течение последних нескольких лет. И он показал компьютерную реконструкцию того, как произошел большой взрыв. Я спросил его. Он сказал, что был больше, чем один взрыв. В йогической системе много говорилось о том, почему это 84-й раз. Есть много символов или аспектов в теле, которые ясно говорят о том, что память об этих 84 творениях все еще присутствует в вашем теле. Она присутствует в каждом атоме этого мироздания. Так что вы хотите очистить элементы от этой памяти, потому что эта память связывает вас. Эта память дает вам чувство принадлежности, но в то же время эта память связывает вас. Она не дает вам двигаться вперед. Нравится вам это или нет, но ваш прадед, который умер давным-давно, сейчас каким-то образом живет через вас, по крайней мере в форме вашего носа, в том, как вы думаете, как вы сидите, как стоите. Не так ли? Да или нет? Возможно, вы думаете, что похоронили его, но он проявился в вас и сейчас живет. Если вы заглянете достаточно глубоко, то увидите, насколько далеко идет эта память. Если вы хотите развиваться, вы должны очистить себя от памяти, которая отпечатана в элементах вашей системы. Если из элементов не удалить эту память, они не будут вести себя так, как вы хотите. Они будут продолжать повторять старые циклы. Вы можете думать, что ваши предки мертвы, но нет, они живут в вас. Иисус сказал, оставьте мертвых мертвым. Вот почему, когда кто-то принимает саньясу, первое, что они делают, проводят посмертный ритуал для своих родителей, которые все еще живы. Не для того, чтобы те умерли, а для того, чтобы очистить свою память. Вы не хотите, чтобы на вас влияла ваша генетика, потому что если на вас влияет ваша генетика, вы просто станете циклическим процессом, вы никуда не придете. Вы будете ходить кругами, думая, что куда-то двигаетесь. Итак, один уровень — это химия, генетика. Другой, более глубокий, — это уровень элементов. Мы хотим очистить его. Если вы не очиститесь от этой памяти, она свяжет вас. Память заставит вас ходить кругами. Вот почему 84 асаны, 84 творения — все это взаимосвязано. Вам не нужно вникать во все это, как бы там ни было. Из этих 84 асан, которые были созданы, когда мы говорим 84 асаны, не думайте о них, как о 84 позах. Это 84 системы достижения наивысшего. Йогин осваивает лишь одну асану. Он не практикует 84 или 600, как это делают другие. В Америке люди подходят ко мне и говорят, «Я выполняю 320 асан». Я говорю, «Зачем? Любой дурак делает тысячи асан. Как ни сядь, это будет асана». Одна асана — это все, что вам нужно. Вам просто нужно овладеть ею в совершенстве. Итак, 84 способа достижения. Вот что такое 84 асаны. И эти 84 асаны соотносятся с четырьмя элементами, по 21 на каждый элемент. С этим связано много других аспектов. Но если у вас внутри нет определенного опыта, вам придется верить мне на слово. А я бы этого не хотел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok